отсюда поступает пиролизный газ на первый холодильник в этом структура холодильник состоит из под 45 приваренных приваренные пластины по 45 градусов по расчету вышло у меня раз два три четыре штуки это уличный воздух как раз задувает охлаждает эти пластины следовательно мы сушаем полностью газ он входит в речной песок вот это конденсата отборщика плюс газ охлаждается еще тяжелая фракция ложится в песок сок нужно менять каждые так по практике получалось трое суток постепенный рамп постоянной работы на практике выходим 310 градусов после первого холодильника на 2 владелька во втором холодильник мы заливали термалан не воду именно термалан просто не закипает можно и воду когда заливали термалан то есть насос с емкости аккумуляторный забирает воду дает холодильник номер два и охлаждает газ в холодильнике номер два вот обратка самого термалан или воды идет на теплообменник теплообменник состоит труба в трубе грубо говоря не как ряда носки пластинчатый вопрос труба в трубе гадись нарисована некорректно неэстетично здесь стоит у чего вентилятор он затягивает воздух воздух попадает теплообменник снимает тепло с обратки и идет на подогрев именно на генератор на токовый вот сам газ после так сейчас сам газ охлажденный после холодильника номер два с температурой примерно 69 на меньше выходил на практике проходит в емкость 300 литровый заполнены полностью песком именно речным только еди и открывает сначала идет продувка воздуха здесь вот кран еще должен быть дренаж чтобы всю влагу согнать там кран этот закрывается открывается газ он идет уже напрямую он чистится чтобы в камеру сгорания не летел шлак так как фильтры если допустим поставить вот здесь вот фильтр в этом месте его надо будет менять примерно через каждые 8 часов но в зависимости от объема так вот хотел сказать про скорость для чего установлена скорость прохода такая высокая скорость прохода высокая именно для воды чтобы был меньше теплосъем отсюда если будет больше теплосъем больше у нас теплосъем а температура с теплообменника на нагрев воздуху будет температура 75 градусов у нас будет в камере сгорания высокое количество конденсата соответственно нам невыгодно так начались подпиточные линии датчик давлению то есть все воды не хватает здесь или какой-то жидкости он открывает насос включается автоматически подпитывает так что еще вот допустим после отключения системы вот на этих пластинах образуется гайф кокс недогоревшие топлива так же как и в этом холодильнике следует нам его надо промыть чтобы нам промыть он нужно можно открыть вот этот кран если кому ли вот этот закрыть вот этот открыть и он то есть промоет вы и весь песок он дренажный сброс а здесь у нас вот этот кран открывается это закрывается он уходит сюда промывает систему полностью сюда где задвижка должна быть закрытая также вода или какая-то жидкость промывочная но еще идет на обратно вымывая также вот это второстепенно вот эти секции вот вся система вся система общая состоит грубо говоря из двух бочек из двух труб вот сейчас примерно скажу у меня вышло по расчету как открывать ладно на словах объясню высота сама самого холодильник у меня получилось полметра этого 700 данная труба 210 по расчету это 159 труба выходная так на тепло аккумуляторная емкость 1000 литров песочная емкость 1 2 песочник 300 это 100 литровая не подписал так диаметры они тоже 500 и обе емкости так что еще конечно здесь вот автоматику на сухой ход не поставил датчик здесь должен конечно стоять и нутевом вентиляторе что если нет закрыт воздух полностью на сто процентов он выключался ну то есть забита система или обратное давление какое-то возникло сильное так вот это вот смотровое окно то есть если при малой температуре температура вот здесь вот 8 210 градусов ну к примеру я говорю там шлак весь летит барабан не барабан она грубо говоря труба съемка стена 10 забивается здесь особенно забивается то есть и надо открыть и почистить как правило на практике было показано здесь трубу специально поднимали мы вверх они снизу и делали не снизу вот так вводили потому что шлаком она постоянно забивалась ну в принципе не схема данная схема хорошая для природного газа для именно осушение замасе применена эти нами тоже вот вроде и все вот